друзья всем привет ранее в своих видео я много интересного рассказывал про разные датчики исполнительные механизмы систем умного дома tuya smart как они работают как они настраиваются и так далее а сегодня в этом видео я хочу вам рассказать как эти вещи могут между собой взаимодействовать а конкретно хочу рассказать про сценарии в tuya smart что это как это настраивается и для чего это нужно погнали если вы не смотрели предыдущие видосы то вкратце объясню в чем суть tuya smart это система умного дома это приложение которое у нас ставится на мобильный телефон которому покупаются разного рода датчики умные розетки не знаю термометры моторчики все что угодно и все эти вещи настраиваются и взаимодействуют между собой через интернет сами датчики еще бывают разные допустим я пользуюсь полным набором именно вайфай датчиков каждый датчик автономен он подключается к существующей вайфай сети и для него не нужно никаких шлюзов есть также датчики которые работают по протоколу зигби там надо шлюз и дальше датчики общаются со шлюзом а шлюз уже общается с на этом в моем варианте датчики чуть дороже но для них не надо шлюз варианте со шлюзом датчики чуть дешевле но они ограничены радиусом действия самого шлюза да и шлюз стоит немало поэтому я советую выбирать именно вайфай датчики из-за автономности так удобней о всех этих вещах я уже ранее рассказывал что мы здесь можем увидеть на столе это датчик дыма это нас термометр и гидрометр то есть здесь показывается влажность и температура воздуха это у нас датчик движения умная розетка которая включается выключается умный пульт который может общаться с абсолютно любым устройством которое управляется по инфракрасному диапазону по обычному пульту как вы понимаете то есть какая-то старая акустика там кондиционер все что угодно я этой штукой вообще елку включаю гирлянду на елке и датчик протечки все эти штуки на все это ссылки будут в описании поэтому кому интересно переходить смотрите где это и как купить и сколько стоит все это будет там и так сценарий что же это такое и для чего это нужно сценарий дает нам возможность объединить эти устройства в нужный нам алгоритм работы ну для примера у нас есть умная розетка который подключена много 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 разных устройств и есть датчик дыма который контролирует есть задымленность помещений или нет и сценарий вместе с розеткой настраивается таким образом что если датчик дыма увидел дым то все розетки в нашем доме в которой включены любые другие устройства обесточиваются выключаются тем самым достигается пожарная безопасность то же самое делается с датчиком протечки воды если датчик обнаруживает протечку допустим все розетки выключаются это мы сами делаем такой сценарий с датчиком движения например у нас есть датчик движения и опять же какая-то лампа включена в умную розетку или висит где-то умная лампочка то есть кто-то прошел мимо включилась розетка кто-то прошел мимо включилась умная лампочка или допустим как я у себя на даче организовывал первое время отопления там стоял вот такой вот термометр гидрометр и если температура была ниже заданных показателей то включалась розетка в которой был включен электроконвектор или если влажность была выше заданного уровня то включалась умная розетка в которой была включена вытяжка тем самым помещение проветривалось ну или для примера если у вас висит какой-нибудь старый кондиционер который тупой как пробка и не умеет самостоятельно управляться то вы можете по показанию температуры включить кондиционер чтобы пульт задал ему нужную температуру после того как он отработал он увидел какая температура в помещении и выключил розетку и все это по кругу в общем на самом деле сценариев огромное множество абсолютно огромное только какое можете передумать то есть ну серьезно на что хватит фантазии и причем все это дело реализуется через очень простые команды если то если случилось такое-то действие то произошло следующее действие давайте мы откроем мобильное приложение to smart и посмотрим как это реализуется итак открываем приложение на телефон вот допустим у меня в квартире на данный момент установлено пять умных розеток градусник датчик движения датчик дыма датчик протечки датчик открывания двери и умный пульт какие допустим у себя дома я реализовал сценарий то есть я прихожу домой у меня все эти розетки также еще подключены колесе и допустим говорю алиса включи зал при этом алиса включает розетку в зале которые включены в основном все электроприборы в зале дальше умный пульт включает телевизор следующим действием включается розетка в которую включена акустика у меня стоит большая акустика 5.1 но достаточно старая и при этом когда акустика включается она почему-то всегда включается на минимальной громкости после включения акустики пульт поднимает на ней громкость и вы заходите в зал у вас уже все подготовлено к просмотру телевидения все уже настроено и работает удобно и прикольно ну или к примеру сценарий такого вида когда у нас датчик обнаруживает как я уже сказал дым то выключаются все розетки на данный момент он у нас офлайн а простите вот эта розетка у нас офлайн потому что я ее достал из розетки и вот как это выглядит если датчик обнаружения дыма в квартире обнаружил состояние задымления то все розетки of 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 кроме этого если вы смотрели наше видео подачи то у меня еще полностью организован умный дом на даче 4 электро конвектора и точно также через умную розетку вытяжка датчик протечки градусник и датчик дыма датчик дыма и датчик протечки при обнаружении чего-то выключают все конвектора и непосредственно вытяжку а допустим датчик который вот температурный при определенном уровне влажности включает вытяжку чтобы помещение проветрилось вот так это все дело там управляется и так давайте попробуем создать сам сценарий что для этого нужно значит мы установили наше приложение to smart на наш смартфон там уже у нас создан аккаунт добавлены все наши устройства и мы хотим между собой их связать для этого нужно перейти во вкладку сценарий здесь у нас есть автоматизация и мгновенные сценарии автоматизация разберемся сначала с ней то есть мы жмем плюсик и дальше допустим изменений у нас при обнаружении задымления датчика дыма то есть нам нужно выбрать если при изменении статуса устройства в нашем случае это будет датчик дыма в квартире состояние задымления обнаружение задымления и так далее то есть мы выбираем обнаружение или состояние задымления смог аларм то есть если он обнаружит дымовую тревогу тогда здесь жмем плюсик опять же выбираем управление одним устройством допустим розетка в детской switch of ну и сработает это так что когда розетка обнаружит точнее датчик дыма обнаружит задымление то розетка выключится вот так будет работать этот сценарий в целом если посмотреть то здесь огромное количество разных вариантов условий то есть если при изменении погодных условий то есть если на улице там холодно или тепло и так далее либо при изменении местоположения ваш телефон может отдавать геолокацию в приложении и он будет видеть где вы находитесь это прикольно если вы находитесь рядом допустим с электрозамком на калитке то он сам откроется или если там таймер или если при не статуса любого устройства и так далее то тогда может случиться опять же управление одним устройством или включение уведомления или какое-то отложенное действие или умный сценарий может сработать при выполнении команды если ну допустим при изменении там статуса одного устройства мы выбираем наше устройство как я уже показал на розеточки на примере розетки и делаем в ней какое-то действие то есть если что-то произошло здесь то что-то произойдет тут если что-то произошло тут то что-то произойдет там 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 и там еще и с отложенным действием то есть все это можно комбинировать между собой ну а здесь я уже сказал насколько хватит фантазии ну а что же нам даст вкладка которая у нас здесь сверху есть называется мгновенные сценарии мгновенные сценарии это грубо говоря создание вот такого рода кнопочки то есть видеть у нас меня сверху здесь 22 23 15 и так далее если я нажму на эту кнопку то у меня все обогреватели перейдут в дома на даче в режим плюс 15 градусов и будет поддерживать семена эта температура также могу сразу все на 20 на 22 на 23 включить или допустим включить или выключить режим умной вытяжки там с целый каскад заданий и все это делается одной кнопкой и то есть вот этот мгновенные сценарии чтобы его создать нужно нажать опять же плюсик мгновенный сценарий если мы коснемся этой кнопки то случится там то 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 5 10 то есть включится розетка включится свет что-нибудь поменять температуры или там задвинуться шторы и так далее все это делается именно здесь классные штуки кстати для умных сценариев я себе тоже хочу купить краники и которые точнее моторчики которые поворачивают краны и допустим датчик газа и вот у вас на кухне висит датчик газа если он уловил утечку то закрывается кран подачи газа это очень кстати актуально в разного рода котельных и так далее очень классная тема тоже рекомендую для безопасности ну а так о сценариях в принципе все тут больше ничего не добавишь объединяем между собой устройство и настраиваем команду если произошло что-то то делаем то и устройство все это дело выполняют причем хочу обратить внимание устройство обязательно должно быть онлайн как исполнительная так и получившие входящую информацию если устройство не онлайн то между собой команду они не выполнят потому что общаются они именно через сервер через интернет через сервер ту я смарт если нет соединения то сценарий думаю не сработает ну а на этом все кому было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описании а мы продолжаем всем пока а а а а а а а а а и а а а